Именно современные цифровые технологии и повсеместное внедрение элементов четвертой промышленной революции дадут тот самый ожидаемый импульс для развития экономики. Не только в глобальном, но и региональном масштабах, уверены эксперты. Не случайно одна из дискуссионных площадок экономического форума отдельно посвящена технологической повестке. Навигация будущего, инновации, новые тренды, робототехника и технологии 4.0. Так называемые умные технологии внедряют и в наши республики. Так, в Махамбетском районе на козьей ферме животным вживили электронные микрочипы и полностью автоматизировали производственный процесс на молочном заводе. За счет модернизации фермерского хозяйства удалось снизить нагрузку на человеческий труд и повысить качество выпускаемой продукции. Все подробности в следующем материале. Эта племенная ферма – одна из лучших в стране. Сегодня в ней свыше 1300 альпийских коз. В поголовье растет и следить за самочувствием животных специалистам помогают специальные электронные чипы, завезенные из Италии. Данный чип изучает козу, показывает нам о козе, данные ее, сколько молока, какие болезни. Мы благодаря чипу можем следить онлайн за козой, где она, в каком месте находится. Данный чип сделан специально для нашей компании, для наших коз, чтобы облегчить нам много времени, экономить и облегчать нашу работу. Ежегодный удой – 180 тонн. Из козьего молока здесь получают до 140 тонн натуральных продуктов. Выпускает их собственный молочный завод, на котором процесс переработки тоже полностью автоматизирован. Это позволило предприятию сократить количество рабочих мест до 35, а высвобождающиеся кадры использовать в востребованной сфере. На нашем заводе нам облегчает работу эта цифровизация. Именно внедрение ее не только в процесс доения, но еще и в процесс приготовления продукции. То есть, если раньше мы готовили все вручную, то сейчас нажатием одной-двух кнопок уже продукция готовится сама. Аппаратура сама все разливает, сама отправляет данные по изготовленной продукции в бухгалтерию. Это облегчает нам работу, то, что не нужно делать письменные отчеты. Сыр, молоко, творог, кефир, йогурт и даже мороженое. Сейчас на заводе производят до 20 наименований продукции, которую предприятие успешно экспортирует на российский рынок. Райхан Тажбаева, Бекен Алирахим, Тимрлан Султангазы, Жандос Рахметуллин, Атрауская область, Хабар-24.